Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня мы готовим запеченный багет с сыром, укропом и чесноком, а также приготовим мясной рулет. Смотрите видео и готовьте вместе со мной! Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео! Как я вам и раньше говорила, что я свое меню продумываю заранее. Вот завтра я собираюсь запекать мясо, свинину. У меня кусочек весом 800 граммов, антрикот. Я беру его и разрезаю пополам, но не до конца. Сейчас вам все покажу. Раскрываю его, как книжку. Мясу обязательно нужно дать время промариноваться. Я обычно замариную и ставлю на ночь в холодильник. Вот так вот. За это время оно прекрасно промаринуется. Хорошенько разделили. Главное, чтобы не порвать. Можно слегка отбить, я не отбиваю. Хорошенько посыпаем солью обязательно. Сверху посыпаем приправами, на ваш вкус. Я специально брала приправу к мясу. И вот так как бы втираем ее. В этой приправе соли нет, поэтому не забывайте хорошо натереть мясо солью. И добавляем 3 зубка чеснока. Этой чеснок я добавляю только вовнутрь. Внешне не обмазываю. Мне не нравится он сверху. Именно чеснок должен быть внутри нашего будущего запеченного мяса. Остатки чеснока также достаем. Натерли. И не забываем добавить столовую ложку растительного масла. И теперь хорошенько, вот так, как бы массаж делаем мясу. Сложили мясо книжечкой. Берем судочек, подходящий по размеру. У меня немножко меньше. Также уже в судочке не забываем снова сверху посолить мясо. Хорошо присаливаем. Немного добавляем специй и растительное масло. Потом переворачиваем кусочек мяса. И снова посыпаем вторую сторону специями, солью и растительным маслом. И вторую сторону хорошо натираем. И оставляем мясо в холодильнике на ночь на 8 часов. Теперь берем фольгу. Достали мясо с холодильника, замаринованное. Сейчас все вам покажу. Ох, какое оно ароматное. Обмакиваем его в маринаде. Теперь смотрите, разворачиваем нашу книжку и сворачиваем потуже. Свернули. Перевязываем мясо нитью, как можно туже, чтобы хорошо держался рулет в куче. Обязательно. Заправляем. И вот так вот подтягиваем. Еще в другую сторону обратно. Снова заправляем. И вот так подтягиваем. Я перематываю обычной нитью. Три слоя. Нить собрала. И вот так затягиваем. Духовочку включила разогреваться. Наше мясо заматываем в фольгу. Несколько слоев. Мне вот нравится, когда мясо не зажаренное. Вот такое мягкое. С приправами очень нежное. По этому рецепту получается. Обязательно нужно мариновать в холодильнике. Замотали. Мясной рулет ставим выпекаться в разогретую духовку на 200 градусов. На средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Через полчаса уменьшаем температуру до 180 градусов. И продолжаем выпекать еще полчаса. Мясо в целом выпекалось 1 час. 30 минут при температуре 200 градусов. И 30 минут при температуре 180 градусов. Теперь выключаем духовку. И оставляем мясо остывать в духовке. Все соки, которые выделились, немного вылились, немного остались в фольге. При остывании мяса оно полностью их питает в себя. Для теста нам нужны будут следующие продукты. 250 миллилитров теплого молока. 1 яйцо. 50 миллилитров растительного масла. 50 граммов растопленного сливочного масла. 10 граммов свежих дрожжей. Или 1 чайная ложка сухих дрожжей. Пол чайной ложки соли. 1 чайная ложка сахара. И 400 граммов муки. Сначала приготовим опару. Выливаем в миску теплое молоко. Добавляем 1 чайную ложку сахара. 10 граммов свежих дрожжей. Раскрошили. И добавили 3 столовые ложки муки от общего количества. Размешиваем. Оставляем опару на 15 минут до образования шапочки. Тем самым мы проверим качество дрожжей. Если вы будете использовать сухие дрожжи, все делайте так же. Ну а теперь к опаре добавляем соль. 1 яйцо. Добавляем растопленное сливочное масло. Комнатной температуре. И добавляем муку. Муку я заранее просеиваю. Сначала замешиваем тесто ложкой, а потом уже руками. Высыпали всю оставшуюся муку. Теперь поливаем наше тесто растительным маслом и вымешиваем в миске. Еще добавляем растительного масла. Тесто должно быть мягким, слегка липковатым. Теперь выливаем оставшееся растительное масло, смазываем дно и бока миски и выкладываем наше тесто в миску. Тесто очень мягкое и нежное. Накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 1 час. Спустя час, смотрите, тесто увеличилось в объеме. 50 граммов муки вам понадобится на подсыпку для формирования багетов. Я их называю помпушки по-новому. Выпечка бесподобная. Слегка вот так подмесим. И теперь разделяем тесто на две части. Разделили. Берем первую. И теперь раскатываем ее. Вторую часть теста также подмесили. И раскатываем. Багеты я переложила в прямоугольную форму. Диаметр 28 на 22 сантиметра. Дно и бока застелила пергаментной бумагой с силиконовым покрытием. К ней ничего не пристает. Накрываем теперь багеты полотенцем и оставляем для расстойки на 20 минут. Готовим начинку для багетов. 100 граммов сыра моцарелла, пучок укропа и 4 зубка чеснока. Берем зелень укропа и мелко нарезаем. Моцареллу натираем на крупной терке. Теперь добавляем 4 зубка чеснока. Вот такой будет наша начинка. Лучше и не придумаешь. Я уже включила разогреваться духовочку. Что мы дальше делаем? Духовочка у нас разогрета. Через 20 минут после расстойки смотрите, мы по центру выпечки делаем углубление. Хорошее такое. И так же с другой булочкой поступаем. Теперь мы сначала смажем наши изделия, а потом будем выкладывать начинку. Так намного удобней. У меня желточек один. Вилкой взбили и смазываем пока. Духовочка хорошо разогрета. И теперь выкладываем спокойно начинку. Удобно теперь, не боясь. Прекрасная выпечка. Всем рекомендую. Тесто божественное. Пеку не впервые, поэтому смело выпекайте и радуйте свою семью только домашней выпечкой, домашней едой. Это всегда вкусно и приготовлено с любовью. Багет ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Багеты выпекались в духовке 30 минут. Аромат непередаваемый. Смотрите, слегка теплый рулет я нарезаю кусочками. Прекрасно держит форму. Ароматное, нежное мясо. Готовится, как по мне, проще простого. Багет просто чудесный. Нежный, пышный, воздушный. А какой ароматный, это не передать словами. А теперь нарежем на кусочки. Только обязательно он должен остыть. смотрите. Великолепное тесто. Пористое, нежное, мягкое, как пух. А какой он ароматный. Смело готовьте. Удачной вам выпечки и хорошего настроения на целый день. Выпекайте вместе со мной. Выпекайте в удовольствие. И выпечка удалась на славу. И мясной рулет, нежный, ароматный, сочный. Всем рекомендую его приготовить. Подписывайтесь на наш семейный канал Дружная Семья. Ссылка под видео. И не забывайте, что видео на канале Готовим с любовью выходят ежедневно. Делитесь моими видео с друзьями. Для меня это лучшая благодарность. С вами была Ира. До новых